Традиционно атрибут нового года не только елка в доме, но и фейерверки на улице. Челябинцы уже закупаются бенгальскими огнями, хлопушками и, конечно же, салютами. А чтобы не испортить впечатление от праздника, нужно помнить о ряде правил, которые необходимо соблюдать как перед покупкой, так и во время использования пиротехники. Заместитель главного государственного инспектора Челябинской области по пожарному надзору Андрей Смирнов расскажет об этом поподробнее. Где покупать пиротехнику? На территории Челябинской области на сегодняшний день зарегистрировано 138 точек реализации пиротехнической продукции. Это специальные предприниматели, специализированные магазины, где возможно ее приобретение. Это именно те спецмагазины, продавцы которых могут проконсультировать покупателей, довести до них определенные требования о пользовании пиротехническим изделием и, соответственно, продать в основном законном порядке. Как проверить салют перед покупкой? При приобретении пиротехнической продукции необходимо обратить внимание, первое, это на срок годности пиротехнического изделия в обязательном порядке, на единый знак соответствия продукции, это EIC, который говорит о том, что пиротехническая продукция соответствует требованиям технического регламента безопасности пиротехнических изделий. И также необходимо обратить внимание на целостность упаковки, чтобы она была незаметна, не порвана и, значит, чтобы не было каких-то сбоев при запуске данного пиротехнического изделия. Купил салют, а дома обнаружил дефекты. Что делать? Если данная причина не по вине покупателя, то, возможно, обратиться обратно в спецмагазин, где вы ее приобретали, и обменять на целую упаковку. Есть ли в Челябинске специальные площадки для запуска пиротехники? На территории Челябинской области органами местного самоправления организовано 158 площадок, специализированных для запуска пиротехнических изделий. Значит, в том числе 14 из них – это город Челябинск. Значит, соответственно, данные площадки обрублены соответствующими информационными стендами. И, значит, выбрано такое место, с которого безопасно запускают, где нет вблизи ни строений, ни зданий. С перечием данных площадок возможно обратиться на сайте органов местного самоправления по соответствующей территории. Какие разновидности салютов существуют? К бытовым пиротехническим изделиям, которые в бытовых условиях повседневного оборудования имеются, это с первого по третий класс опасности пиротехнических изделий. Что касается четвертого и пятого класса опасности, это к техническим салютам относится. Это относится к категории лицензируемого вида деятельности, как по реализации ее, как по приобретению и пользованию. Что касается бытовых, для граждан с первого по третий класс, он отличается в основном, основные критерии – это радиус опасной зоны. Если к первому классу относятся бенгарские огни, хлопушки и так далее, значит, ко второму классу относятся радиус опасной зоны до 5 метров, и для третьего класса это не более 30 метров. Поэтому, когда покупатель выбирает пиротехнические изделия, он должен понимать, во-первых, в каких местах он будет ее запускать, оценить свои возможности, силы, условия местные и приобретать. Если приобретается третьего класса, то есть это такой высокий салют, который ставится в снег, укрепляется, многозаплавы так называемые, то, конечно, здесь необходимо соблюдать древнюю безопасность уже к размещению, к запуску этого фейерверка вдали от жилых домов, строений. Мы рекомендуем 50 метров. При этом мы понимаем, что радиус опасной зоны – это 30 метров, это тот огненный шар, на который разлетается фейерверк. Какие требования необходимо соблюдать при использовании пиротехники? Это возраст, возрастное ограничение. В общем порядке это 16 лет. То есть детям до 16 лет не допускается ни продавать эту пиротехническую изделие, ни допускать к поразованию. В некоторых случаях, в частности для третьего класса, опасности – это возраст устанавливается производителем не менее 18 лет. То есть прежде чем начать производство изделия, в первое – это нужно ознакомиться с инструкцией. И на коробке конкретно прописано возрастное ограничение – либо 16, либо 18. Значит, также при использовании пиротехнического изделия необходимо выбрать правильное место для ее запуска, установить на неподвижном основании, значит, притоптать плотным снегом, чтобы он от вибрации изделий не перевернулось или не сдвинулось с места. Это основное условие. Дальше необходимо обеспечить безопасное расстояние до прибывающих людей. То есть это также не менее 30 метров от, значит, самой установки. Значит, необходимо обеспечить, чтобы люди не подходили, особенно дети. По окончанию пользования пиротехнического изделия не допускается сразу к нему подходить. Нужно дать остыть, подойти, потом через минуту-две забросать снегом, чтобы изделие остыло. Какие правила следует соблюдать, если рядом с пиротехникой оказались дети или домашние животные? Необходимо не допускать детей в ближайшее безопасное расстояние к пиротехническим изделиям, даже когда оно отработало уже. Вот, только взрослые. Еще хочу обратить внимание на физическое состояние взрослых людей. Значит, мы категорически не рекомендуем пользоваться пиротехническими изделиями в состоянии алкогольного опьянения. По крайней мере, сильного алкогольного опьянения. Животных тоже мы рекомендуем близко не подпускать, держать, потому что животное также может, испугавшись, подбежать к пиротехническому изделию и его перевернуть. Или что-то еще делать, если это крупная собака, испугавшись, она может накинуться, перевернуть или убежать. В принципе, мы не можем прогнозировать поведение животного, поэтому безопаснее всего держать на поводке. Или животное просто в это время не брать с собой, оставить дома там лучше всего. Из-за пиротехники начался пожар. Что делать? Необходимо вызвать пожарную охрану. Не полагаться на свои силы. Сразу, если вы видите, что идет загорание, возникновение загорания, то, соответственно, вызвать пожарную охрану по телефону 101, либо 112 сотового телефона. Значит, и принять посильные меры к тушению самого пожара, если это возможно на начальной стадии его возникновения. Если вы видите, что пожар уже запущен, как говорится, в запущенной стадии развился уже, то, конечно, необходимо эвакуироваться из помещения и дожидаться прибытия специализированной пожарной охраны Федеральной предприятий службы. Сколько пожаров происходит в новогодние праздники из-за пиротехники? В среднем за 10 дней новогодних праздников происходит где-то от двух до четырех пожаров. За последние 10 лет по анализу произошло таких более 30 пожаров по причине пиротехники. Например, в 2020 году, в декабре месяце, в Манитогорске, значит, ввиду залпов пиротехники пострадал мужчина, у него загорелась одежда на нем, он получил травму. То есть не соблюдал элементарные требования по безопасности, значит, находился вблизи пиротехнического изделия, ввиду чего у него загорелась верхняя одежда. Это тоже недопустимо такое поведение. И мы всех призываем, прежде чем пользоваться пиротехническими изделиями, соблюдать инструкцию по применению. Какие правила безопасности следует соблюдать челябинцам в период новогодних праздников? Прежде всего, соблюдать общие требования по безопасности, не пользоваться открытым огнем, когда он особенно неконтролируемый. Ну и, конечно, обращать внимание, чем занимаются дети. Значит, дети находятся в бытовых условиях, дома, и в большинстве случаев, возможно, скучно. Поэтому детей нужно занимать, с ними нужно заниматься. И, соответственно, не давать таких увольностей с открытым огнем, а контролировать. То же самое, не доверять им бенгальские огни и хлопушки в новогоднюю ночь. Потому что детям это весело. Они бегают по квартире или по частному жилому дому, размахивая все стороны. Это может послужить источником воспламенения для квартиры жилого дома, что чревато последствиями. Поэтому, чтобы провести Новый год в хорошем настроении, и потом были веселые воспоминания, необходимо соблюдать элементарные требования безопасности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова